Рад приветствовать вас, дорогие друзья-подписчики! Прямой эфир из Запорожья. Центральный матч третьего тура чемпионата Украины по футболу. Заря Уганск, Шахтер, Донецк. Компьютером иногда пользуется и мой старший сын Юра, и пока он был занят, безвыходных положений не бывает, и я в комнате своего младшего сына Вадюши, дай Боже ему здоровья, верному болельщику Киевского Динамо. На этой фотографии мы с ним и с Сережей Ребровым. Во дворике еще тогда нереконструированного центрального стадиона, сейчас он НСК Олимпийский. И Сережа что-то ему здесь даже написал доброе, расписался, и было это уже лет 15 назад. Здесь же плакат и национально-сбирная команда Украины с футболу. Еще в тот период, когда в составе национальной сборной играли такие звезды украинского и, на мой взгляд, естественно, мирового футбола, как главный тренер нынешней национальной сборной Украины Андрей Шевченко, футболка под номером 7, обладателя золотого мяча одного из лучших форвардов мирового футбола, легендарный динамовский вратарь Александр Шавковский. Первые минуты игры уже за 5 минут Заря совершила прицельные удары поворотом, трижды пробив поворотом Шахтера. И я благодарен каналу Футбол Хаб за эту прямую трансляцию. В какой-то степени знаковый матч. Примечательно, что сегодня матч чемпионата Украины проводится со зрителями, пусть и в обязательном пользовании масками, но со зрителями. В первом тайме всего поединка. Далее, смотрите нашу студию. Барий матч, врывайся в зарубу. Друзья, первый тайм позаду, где Заря против Шахтера, и это просто фантастический поединок. Крутий матч, крутой тайм. Мы увидели такой центральный матч, и он полностью себя виправдовывает, очень насыщенный. Мы с тобой прогнозировали, что Заря будет играть от долгой обороны, возможно, да, но мы видим, что Заря не боится как-то экспериментовать, она идет вот так, она забила два гола, и мы реально видим футбол на сустричных курсах. 10.53, уже 10.54, воскресенье 20 сентября. Хочется обратиться к тем из вас, кому не безразличен украинский футбол вообще, и киевская «Динамо» в частности. Впрочем, сегодня обращаюсь к тем, кому действительно любим украинский футбол вообще. Потому что сейчас, в эти минуты, когда я записываю это для видео своего канала в Запорожье, городе, где я не раз бывал, город, который люблю, в эти минуты перерыв центрального матча Тура Чемпионата Украины. Заря – Луганск, Шахтер – Донецк. Заря – номинальный хозяин поля. И, с моей точки зрения, впрочем, не только с моей, но и я это почувствовал, комментаторов, в первом тайме и хозяин положения. Команды ушли на перерыв со счетом 2-1 в пользу Зари. Одним словом, это еще и соперничество двух главных тренеров. Скрипник против Каштру. О Скрипнике я не раз уже говорил, писал, что, на мой взгляд, это один из сильных, грамотных специалистов Украины, который прошел и украинскую футбольную школу, и школу чемпионата Германии, одного из сильнейших в Европе чемпионатов. Впрочем, уже 10.59 утра, когда начался матч в Запорожье, компьютер был занят моим старшим сыном Юрой. Но сейчас уже в Запорожье закончился перерыв. Первый тайм я смотрел, как вы видели, на своем маленьком телефончике, на маленьком экране. Сейчас 11.03 утра в Филадельфии. Зайду на свою страничку. Прекрасный футбол, признаюсь я вам, что это прелесть смотреть сейчас здесь, в далекой Филадельфии. Матч, который в эти минуты проходит в Запорожье. Город, где я частенько бывал. Город, который люблю. И сейчас вот повтор момента атака Зари на ворота Шахтера, очередная атака. Потому что сегодня я видел, как не раз Заря атаковала. Сыграно 60 минут матча. Центральный матч чемпионата Украины, который проходит на стадионе в Запорожье. И после 60 минут игры, счет ничейный 2-2. С моей точки зрения, очень грамотно организована защита Зари. 63-я минута игры. И по правилам можно производить 5 замен. Но пока ни Скрипник, ни Каштру не воспользовались этим правилом, и команды играют в стартовых составах без замен. После долгого перерыва, как приятно слышать, этот звук с трибун, болельческие дубки. Только что был прекрасный момент у Громова, но пробил мимо ворот Шахтера. Меньше 20 минут остается до финального свистка основного времени, естественно, матча в Запорожье. Заря Шахтер, счет на табло 2-2. И благодарю канал в Ютубе Футбол Хаб, который сейчас, в эти минуты, вместе с вами, дорогие друзья-болельщики, вместе со мной, вашим покорным слугой, как сказал комментатор, смотрят уже более 100 тысяч человек. Вот первая замена в Шахтере. Меняют футболиста, израильтянина по фамилии Соломон. Израильтянин Соломон в этот праздничный для Израиля день Соломон занимался своей профессиональной работой. Играл в футбол. Он футболист, но сейчас он уже на скамейке запасных. Сейчас на табло уже 79-я минута игры, счет 2-2. И скрипник, наставник Зари, провел первую замену. Остается меньше 10 минут времени. На табло счет прежний 2-2. И в составе Шахтера выходит на поле Коноплянка. Вы знаете, прелесть этой трансляции, которую организовал футбол-хаб. Я вам говорил, что это канал в Ютубе. И рекомендую на него подписаться, потому что коллеги этого канала взывают буквально к своим подписчикам. Если мы будем иметь более 400 тысяч подписчиков, то и прочее, прочее. Они импонируют мне своей, на мой взгляд, объективностью, не занимая ничьей позиции. И, к примеру, сегодняшних соперников Заря Шахтер. И вот сейчас на мониторе вижу зрителя, вижу крупным планом тренера Зари Скрипника, которого считаю одним из серьезнейших специалистов украинского футбола. А вот это скандируют болельщики, поддерживая свою команду. Да, сегодня матч проходит в присутствии болельщиков, которым дали возможность, чтобы 30% из того, что возможно, зрительских мест было занято. Во время репортажа слышу и, как принято говорить, домашние заготовки комментатора. Они тоже интересны. Прелесть сегодняшней трансляции еще и для тех, кто ее смотрит, своим чатом. Потому что в чате сейчас многие из болельщиков высказывают свою точку зрения по ходу этого матча. И вот одна из них мне импонирует, что Шахтер сегодня не похож на себя. Вот сейчас показывают крупным планом Каштру. И, конечно же, выражение его лица очень грустное. Каштру, только что это уже остается меньше пяти минут игры, заменил Марайса. А Скрипник заменил Кабаева, одного из тех, кто в нападении угрожал воротам Шахтера не раз. За эти, смотрю, уже восемьдесят семь минут игры. Только что, когда показывали крупным планом болельщиков, я знаю, что им предписано было быть всем в масках. Но почему-то я не заметил тех, кто это правило выполнил. Время в Украине подходит к семи вечера. Сыграно девяносто минут основного времени в матче «Заря-Шахтер». А на табло уже появились и так называемые компенсированные арбитром минуты. Пять минут игры дополнительного времени. Арбитр матча Виталий Романов добавил пять компенсированных минут. И согласен с комментатором, что неимоверный матч, неимоверное напряжение, неимоверная интрига. В эти дополнительные минуты скрипник заменил нападающего Громова. Только что апеллировал к арбитру Кочергин, игрок «Зари», и тут же за эту апелляцию получил желтую карточку. Ну вот комментатор говорит о том, что матч заканчивается, но после этого студия «Футбол Хаб» обещает интересный уже послематчевый эфир. И в том числе приглашение к интервью Юрия Вернедуба, на мой взгляд, одного из очень опытных украинских тренеров, который смотрел этот матч, как принято говорить, вживую с трибун Запорожского стадиона. Пошла последняя минута дополнительного времени матча в Запорожье, «Заря», «Шахтер», счет прежний 2-2. И сейчас стандартное положение у ворот «Шахтера». Угловой подают футболисты «Зари». Еще один угловой. И сейчас здесь, пожалуй, две команды вблизи вратарской площадки «Шахтера». Из-за паузы переиграли уже 30-40 секунд. Игра продолжается. И сейчас, наверное, прозвучит все-таки финальный свисток. Сделаем чуть громче. Может быть, и вы его услышите. Вот сейчас повторяют в записи. Нет, руки не было. Это ясно было видно на повторе. Мяч не попал в руку игрока «Шахтера». Счет 2-2. И я согласен с комментатором, что это было неимоверно. Величезно, напруга, державную мову, сгоден с вами. И вот сейчас очень приятно, когда футболисты, команд соперников, при таком жестком противостоянии, сразу после финального свистка, они друг друга то ли поздравляют с окончанием матча, но некоторые обнимаются, рукопожатие. Футбол нас поменит. И вот сцена, когда футболисты «Шахтера» после фактора радуются забитому в ответ голу. Одним словом, дорогие мои друзья, я дам обязательно ссылки и «Футбол Хаба» в Ютубе, и своего блога на сайте «Динам Киева» от Шурика, где там тоже повторю эти ссылки, для того, чтобы мы смотрели вместе. И это тоже будет в это очень трудное для человечества время, пандемии, коронавируса, когда это несчастье посадило на карантин человечество фактически, всего нашего земного шара. Но это какой-то позитив. Будем благодарны и ему, его величеству футболу, и тем, которые организовывают эти трансляции. Вот приятно видеть на фоне уже темнеющего неба вечера в Запорожье стадион, где зрители покидают трибуны. Сегодня, 20 сентября, во второй день празднования нового еврейского года, 5781-го, кто празднует, от души поздравляю вас. Евреи и неевреи, будьте все здоровы, благополучны, оставайтесь оптимистами. Искренне ваш, из Филадельфии, Д. Аркадьев. Дорогие друзья, я не прошу никаких лайков, но буду признателен тем, кто будет оставлять свои комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok